Вся плесень, все черное. И в квартире очень холодно. В квартире Юлии Хисматулиной вместо белых потолков черные пятна. Полотно из плесени в детской. Комнату регулярно проветривают, но безрезультатно. Мы сами все убрали, всю плесень, все обработали. Больше ничего не выходило у нас. Одну зиму мы нормально жили. Вот у нас вода на потолке. Полтора месяца такая ситуация уже. У других соседей на потолке капли воды. Влажность высокая, выше 80%. У других жильцов многоэтажки снова плесень. Всех членов семьи Хакимовых начали выходить фурункулы. По словам мамы, проблемы со здоровьем начались после появления грибка. У сына на ноге, который уже идет гноение. Мы ходили к хирургу, нам поставили уколы, прописали таблетки. У меня братишка вышел также на лице. Я сейчас в данный момент лежит в больнице. Говорят, из-за того, что плесень, грибок какой-то есть. Насколько эта плесень опасна, должен определить Роспотребнадзор. Для этого жильцам нужно обратиться в ведомство. А вот почему пятилетнюю новостройку поразил грибок, разбираются коммунальщики. Самая первая версия – неисправен сборник конденсата. Но на чердаке ни капли. Я все сфотографировала, всю эту ситуацию, всю плесень, все капельки воды, фотосъемка есть. Влага в воздухе, она не может удаляться из помещений. Она должна где-то осесть. Повышенная влажность – это одна из возможных причин возникновения плесни. В районе Замеликеси-Чулнов жилинспекция проинспектировала четыре дома. Квартиры тоже поразила плесень. Но в них жильцы жаловались еще и на холодные стены. Поэтому строительные огрехи могут создать почву для грибка. Это и качество материала, качество строительства, каким был надзор страны контролирующих органов. Разбираться начал и застройщик многоэтажки. Хотя гарантийный срок дома уже истек. По версии строителей, плесень распространилась из-за натяжных потолков. Данные конструкции могут повлиять на работу системы вентиляции отрицательно. Инспектировать дом застройщик начнет со следующей недели. А вот жилинспекция уже оценила плесень в этих квартирах. По их версии, черные пятна появились из-за нарушения воздухоотмена. Альбина Винебаева, Александр Лобанов, Эльмира Гайнудинова, Дмитрий Кравченко. ТНВ. Набережная Челны. Казань. ТНВ. Набережная Челны.